друзья всем привет сегодня видео так достаточно интересно называется махровый диайвай но тут все логично диайвай потому что это сделано своими руками то есть такого профиля не существует но заказчик захотел чтобы подсветка лестницы была реализована именно вот таким вот образом и поэтому пришлось покумекать подумать и собрать из нескольких комплектующих грубо говоря такой свой собственный профиль для того чтобы получилось то что хотел заказчик а махровый ну потому что там ковролин и он такой мягенький махровый но прежде чем начать у меня есть к вам одна просьба в этом году меня номинировали на премию лучший диайвай блогер это проводится компания все инструменты и можно за меня проголосовать если вы хотите поддержать меня там есть несколько номинаций я участвую в номинации сосед мечты ссылочку я вам оставлю где можно голосовать голосовать можно весь ноябрь и практически раз в сутки если захотите меня поддержать пожалуйста переходите по ссылке я вам буду благодарен а теперь погнали буду вам рассказывать как я это сделал вообще на этом объекте я конечно же занимался не лестницей я занимался световым панно но так получилось заказчик спросил миша а можешь ли ты сделать подсветку на лестнице я подумал ну как бы почему нет и как я понял что те кто занимаются ковролином то есть это будет домашний кинотеатр и там все обшито ковролином то есть пол потолок стены и соответственно лестница тоже но нужно сделать подсветку данной лестнице а профиля которые существуют для лестниц они заказчику не нравится потому что там как вы наверное сами видели если набрать до подсветка лестницы там обычно идет какой-нибудь большой массивный алюминиевый профиль который закрывает внешнюю часть ступеньки конечно это хорошо что она защищена но внешне смотрится так себе и заказчик такого не хотел тем более это ну не столь проходное помещение да но не каждый день они наверное будут пользоваться домашним кинотеатром и так заказчик захотел сначала сделать подсветку чтобы она была такая четенькая чтобы не было видно светодиодов во внутренней части лестницы получилось все достаточно четко и в принципе так как хотел заказчик изначально линия была четкая никаких диодов не было видно использовался для этого гибкий не он и профиль в которой можно его встать единственное что я подставлял 6 миллиметров для того чтобы отодвинуть и завести туда ковролин хорошо что я не сделал сразу же всю лестницу а снял видео и отправил это видео заказчику так скажем у нас на дистанте было согласование проекта заказчик посмотрел да все классно все хорошо все как я хотел но после того как он увидел как эта подсветка работает он понял что думал не так но так честно и сказал то есть да все классно но блин надо сделать по-другому надо эту подсветку из внутреннего угла переместить на внешний угол вы там подумайте с тем кто клей ковролин как это сделать потому что таких профилей нет и ковролин как бы нельзя вот так вот обрезать он же там начнет лохматить его надо обязательно загибать а таких профилей нет то есть вы подумайте с тем кто клеит ковролин ну ответ этого человека я уже в голове себе представлял и он такой был как бы зачем я буду выдумывать какой-то профиль как бы человек пришел у него есть объем он этот объем клеит но тут я согласен зачем что-то придумывать мне это было как-то более интересно ну и плюс я-то работаю сам на себя вот посидел покумекал и придумал такую схему то есть мы берем алюминиевый уголок сначала к нему к одной стороне приклеиваем ковролин на какой-нибудь хороший гибридный клей затем этот уголок мы будем прикручивать к ступеньке и потом уже загибать ковролин клеить на всю ступеньку а подсветку прикручиваем через уголок то есть получается такой двойной профиль уголок и p-образный профиль в который вставляется неон такую конструкцию собрал сразу же снял видео заказчику где показал как смотрится прошлая подсветка во внутренней части и как смотрится на наружной части ступеньки сделано все нормально но мне самому не понравилось что этот неон он получился достаточно глубоко и вот эти волосюшки от ковролина они лезут в свет и получается что линия не четкая такая где-то больше волос где-то меньше вроде как бы это естественно но смотрится так себе ну и заказчику в принципе точно такое же мнение у него возникло что надо четкую линию эту четкую линию можно получить таким образом чтобы не он выдвинуть сюда чтобы волосы от ковролина не находили на сам свет этого добиться позволил профильный квадрат то есть алюминиевая труба профильная взял я самое минимальное сечение которое было в магазине это 12 на 12 и получается что к уголку я прикручивал вот эту алюминиевую трубу затем п-образный профиль с другой стороны я прикручивал тоже к этой п-образной трубе посредине затем все это покрасил в черный цвет для того чтобы она особо не выделялась потому что алюминий все равно может бликовать а черное будет меньше видно перед тем как самодельный профиль прикручивать к лестнице необходимо ковролин сначала клеить в этот профиль потому что если вы начнете клеить его по ступеньке потом эти полтора сантиметра вы никаким образом не сможете завернуть у вас они просто будут вырываться поэтому вырезаем ковролин в размер ступеней вклеиваем его в профиль оставляем на сутки для того чтобы это хорошо схватилась а затем уже этот профиль совместно с ковролином естественно мы прикручиваем к внешней стороне ступенек естественно нужно выровнять по высоте отверстие для крепления я сделал кучу самореза там используется достаточно маленький чтобы они не мешали потом наклеивать под ступенки чтобы нигде большие головки саморезов не торчали то есть саморезы маленькие но их достаточно много та часть где будет стоять не он там не использовал длинные саморезы то есть этим длинным саморезом я проходил п-образный профиль куда вставляется не он затем вот эту квадратную трубу и уголок то есть вся конструкция она прижималась еще длинным саморезом получилось все это достаточно жестко александр потом приклеил уже ковролин по всей лестнице сделал вертикальные части и вот таким вот образом все это смотрится результатом доволен и заказчик результатом доволен я результатом доволен дизайнер и я еще доволен тем что в принципе все отказались это делать и тут вот родилось такое решение и все им оказались довольны предвещая ваши комментарии о том что ковролин вместе перегиба будет стираться с одной стороны да но другой стороны если заказчик так захотел получилось это реализовать то почему нет но сотрется будем думать что-нибудь другое поэтому друзья если от вас хотят что-нибудь интересное и вас в принципе устраивает стоимость которую вам готовы заплатить то не отчаивайтесь посидите и подумайте и все можно придумать и сделать своими руками как говорится diy блогер не забываем голосовать всем спасибо увидимся новых сериях всем пока